Недавно новозеландский доллар описывали как самую непривлекательную валюту. Но помогут ли беспокойство относительно железной руды и другого сырья укреплению киви относительно его океанического друга? Со мной на линии Майкл Сни для обсуждения состояния новозеландского доллара. Складывается впечатление, что в последнее время пара киви-оззи на аттракционе прокатилась. В начале месяца курс пары достиг пика, а затем спустился до уровня 1.10. На этой отметке, согласно вашим прогнозам, пара останется в краткосрочной перспективе. Чем вы оправдываете такие ожидания? Недавно мы наблюдали значительное падение курса ози-киви, что отображает улучшение рисковой ситуации в отношении Греции. На рынке началась распродажа киви, которая и привела пару на уровень 1.10. Активы южно-тихоокеанского региона упали в цене, отреагировав на ухудшение рыночного сентимента. Тем не менее, последние новости говорят о том, что ситуация в Греции улучшается. Ваш прогноз на три месяца 1.07. Расскажите, почему? Мы ожидаем, что на рынках воцарится беспокоенность потенциальными рисками. ЕЦБ, как и Банк Японии, удерживает направление политики очень мягким. Это увеличивает показатели любой валюты, которая может принести хоть какую-то прибыль. Несмотря на то, что Центробанк Новой Зеландии уже сокращает процентные ставки, рынки включили в цену еще одно сокращение. Но небольшая прибыльность новозеландских активов все же выше остальных активов в выраженных валютах стран десятки. Некоторые аналитики верят, что Новая Зеландия превзойдет большинство развитых экономик в 2015 году. Она и дальше сослуживает звания рок-звезды. Согласны ли вы с этим утверждением и как это соотносится с вашим прогнозом на 12 месяцев? В течение 12 месяцев наибольшим событием среди валют стран десятки мы ожидаем повышения процентной ставки ФРС. Это приведет к среде, где доминировать будет доллар. Озии и Киви будут снижаться к доллару. В перспективе 12 месяцев Озии и Киви будут идти почти в ногу. Поэтому через 12 месяцев мы прогнозируем тот же уровень, что через 3 месяца – 1.07. Майкл, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом выпуск целевого прогноза подошел к концу. Оставайтесь только с Копи-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok